Радио Болтком Утро на Болткоме Утро на Болткоме, всем здравствуйте, всем хорошего, приятного аппетита, хотел сказать, ну, к тем, кто завтракает, кто хорошего, хорошей недели, хорошего рабочего дня. Олег Пек и Александр Шунин вместе с вами. Здравствуйте. Воспоминания, можно сказать, когда гулял раньше по центру города, естественно, здание РТУ, на Кальтио, историческое здание, которое покидает Рижский технический университет, переезжает, вот об этом мы сейчас будем говорить, куда, когда, зачем, почему. С ректором Рижского технического университета Леонидом Рябицкий самобеседуем на прямой линии уже. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Вчера с фасада вот этого исторического, как мы называем, здания Рижского технического университета, хотя это не первый его адрес, была снята табличка, что означает скорый переезд, и, насколько нам известно, полностью РТУ переселяется на Кипсулу, и связано это с прерванными отношениями. Оказывается, я только с удивлением для себя вчера узнал, что это здание не принадлежало университету, а вы арендовали его у Рижской думы. Так, в связи с чем все-таки этот переезд, и стоит ли его воспринимать как трагедию, или как просто новую, более светлую, интересную страницу в развитии университета? Ну, я бы сказал, что вот последнее, что вы сказали, это более точно, это новая страничка в развитии Рижского технического университета. Ну, мы арендовали это здание 25 лет до того, оно было как бы нашим, но в середине 90-х там произошел обмен, и Рижскому техническому университету там предложили часть территории, но озармалась улица, где это двоенное авиационное училище было, но там не получилось развития научного городка. Ну, в любом случае, по проекту же развития РТУ планировалось развивать и тот самый студенческий городок как раз-таки на Кипселе, и сколько я себя помню, я начал учиться в РТУ в 94-м году, и постепенно, ну, просто на моих глазах эта территория в том числе развивалась, и новые корпуса общежитий, и ремонт учебных помещений, все это происходило, и то, что сейчас произошло, это просто логичный шаг в том же самом направлении, то есть вы приходите к реализации решения, которое было принято десятилетия назад, полностью обустроиться на Кипселе, так? Это верно, но это было где-то 15 лет назад, когда делали такой референдум внутри университета, где развиваться в Кипселе или на Эзермалос, ну, и победила идея все-таки продолжать развитие студенческого городка в Кипселе, и сейчас уже благодаря структуральным фондам Европы мы там развились и отремонтировали много. Но само здание, насколько оно, ну, уже говорят, что появились трещины, стал опускаться фундамент, насколько оно подходило, это была вынужденная мера, я понимаю, переезд, или можно было договориться о продолжении аренды? Вы видите, это как бы совпадение. Уже последние 20, более 20 лет мы делали мониторинг этому состоянию здания, и это стена, которая параллельно реке Далгова, этой части корпуса, она все время как бы отделялась от основного каркаса, и в верхней части уже были, были, это трещины более 20 сантиметров, и практически без капитального ремонта продолжать, ну, там существовать и работать в этом здании, мы решили, что это невозможно, а Рига с нами это делать не хотели, следовательно, у нас таких средств, чтобы это большое здание капитально отремонтировать не было, и, в общем-то, это наша стратегия, все-таки была концентрироваться на Типселе, в студенческом городке, но это было, ну, как совпадение нескольких таких обстоятельств, но практически это уже год назад мы решили перейти, переехать все на Типселу и Межа, улицу, где вторая часть от нашего кампуса, здесь через канал Зунда, ну, вот в этих двух локациях, основном Рижский технический университет сейчас, ну, без этого все-таки мы находимся и на Сколос улице, и наше общежитие в разных местах Риги. Ну, в принципе, конечно, это понятно, если хозяин здания не хочет вкладываться в ремонт, пытается приложить это на плечи арендатора, а цифры там, я так понимаю, в лучшем случае шести, а вообще, наверное, и семизначные могут быть, учитывая состояние здания, то зачем это нужно, если есть свое. А хватает ли мощностей на той самой Кипселе, придется ли как-то сильно уплотниться факультетам и студентам, или достаточно помещений? Ну, видите, хватит и хватает, потому что в данный момент еще не завершено строительство последнего факультета, это строительный факультет, который ожидает новое здание отремонтированное, это будет в конце января, реально. По плану надо было уже до Нового года, но там небольшие задержки в связи с COVID, пандемия, болеют там и так далее. Ну, как все строители, иногда немножко задерживаются. Ну вот, но все-таки мы много построили в последние 10 лет в Кипселе. Тут практически все остальные здания полностью или заново построены, или отремонтированы, как капитальный ремонт, и все энергосберегательные меры вложены. Ну, самое модное, что есть в Риге, сейчас концентрация, это в нашем кампусе. Насколько вообще аудитории нужны современному ВУЗу, учитывая и, ну вот, удаленное обучение во время коронавирусной инфекции, то, что это, в принципе, может стать новой тенденцией, в принципе, и остаться, сохраниться такая форма дистанционного обучения? Ну, видите, студенты эти, живые существа, они хотят встречаться, разговаривать, пускай в коридорах, пускай между лекциями в этом, ну, не ресторане, а... Ну, в столовой, в кафе. В столовой и кафе. Они хотят друг друга увидеть и быть в университете. Это дистанционное обучение, оно же не новое совсем. Это уже годами известно, и видео-лекции уже где-то почти 25 или больше лет назад я был целый год в Америке, в Висконсине, и в университете Висконсин, Мэдисон, и там уже профессора, уезжая на конференции, притастили в аудиторию телевизор и видео-лекции, слушали, смотрели студентов. Но это уже было так давно. Так что эта технология развита, мы сейчас заключили договор с MIT, с департаментом J-WELL, что эти видео-лекции или дистанционное обучение по математике, физике и также по менеджменту университета для ведущих людей университетов в Латвии и высших учебных заведений будет производиться, и министерство это будет финансировать в следующие три года. Так что эти технологии очень развиты. И последние два года также у нас в принудительном порядке. все, которые по старинке считали, что главное, это у доски преподаватель, который может все рассказать и внушить студентам и дать задание. Я не отрицаю, что это очень важный момент, и что лучше студенты обучаются, если профессор довольно медленно рассказывает, и они могут это все переварить переварить и освоить, нежели быстрые перемены разной информации в большом темпе в экране. Но эти тенденции должны быть использованы как профессор у доски, так и в дистанционной лекции. Должен быть такой оптимальный композит, я бы сказал, в этом направлении. А вот это... А здесь, в Типселе, нас хватает места и для студентов, по-моему, даже в два раза больше, нежели мы обучаем. А скажите, вот это дистанционное обучение, дает ли оно возможность, например, привлечь к сотрудничеству преподавателей из других университетов, даже, может быть, из других стран, которые могут просто, как приглашенные специалисты, даже не приезжая дистанционно какие-то курсы или какие-то, может быть, отдельные лекции читать? Ну, это мы уже практикуем уже давно, уже более 10 лет. Рижская бизнес-школа использует цисковую аудиторию для того, чтобы наши студенты, которые здесь, в Риге, слушали бы лекции из Баффало, из Соединенных Штатов, или из Торонто, из Канады, с которыми мы сотрудничаем. Это только одна программа MBA, лексики в MBA, но это также происходит на других факультетах, как механики делают это, так и электрики, и также даже архитекторы, и строители. У всех есть разные сотрудничества, но я не сказал бы, что это 50% от всего, где-то 10-15% от всех лекций таким образом и преподаются. Насколько, вот что вам кажется, является основой РТУ? Это физическое здание, что создает университет? Это его интеллектуальный потенциал, преподаватели, которые находятся, студенты, которые обучаются, наработанные программы, кафедры, что создает, является сердцевиной? Ну, разумеется, номер один – это профессора. Если нет профессоров, которые, как бы вы говорили, интеллектуального потенциала тогда, что это за университет. Качество профессоров, их способность не только привлечь финансы в разных проектах, но и умение преподавать, это не так-то просто, быть хорошим исследователем и отличным педагогом. Это не каждому дано. Разумеется, у нас есть и люди, которые только занимаются научно-исследовательской работой, и они как бы боятся передать аудиторию студентов, и наоборот. Но в основном ведь эти профессора, поэтому все ведущие вузы мира, они же как бы покупают профессоров, предлагают конкурсы, предлагают по нашим мерам бешеные деньги, и тогда перемещаются туда профессора не только все время из России в Европу и Америку, но и из Китая, из других стран. Мы, наши, работают многие, и как в Европе, так и в Штатах. Это нормальная такая ситуация, но это зависит от финансирования и заинтересованности тоже регионального развития и стран, которые там живут. развивать свои вузы. Второе, что могу акцентировать, это научное оборудование. Это сейчас в Кипселе у нас не только здания красивые, и можете сейчас в тапочках через всех факультетов пройти, не выходя вообще на улицу. Все здания связаны друг с другом переходами. Там на втором, на третьем этажах. но это одно дело. Другое, что в этих лабораториях имеется модное и, я бы сказал, очень современное оборудование. Может, то, что нам не хватает, это базовое финансирование, чтобы в промежутках между большими проектами, когда какие-то неудачи, чтобы могли эти преподаватели и профессора прожить эту неудачу для получения следующего. Но это уже жизнь, это реальность. Напомню, мы беседуем с ректором Рижского технического университета Леонидом Рибицкисом. Речь идет о переезде окончательном РТУ из исторического здания на Калькию на Кипсул и его развитие университета. Господин ректор, есть ли предпосылки условия сейчас для появления в Латвии звезд науки, международно востребованных таких звезд науки? Я бы сказал, что очень большие. В последнее время от Рижского технического университета уже академиками Латвийской академии наук стали почти 10 очень молодых способных ученых, которые работают на промежутке или материальные там материаловедения и промежуточные вот эти геоналка стыкуется разные меж дисциплинарные исследования и результаты очень хорошие и обещающие в будущем. Разумеется, мы не ждем, но хотим, чтобы у нас появились и нобелевские лауреаты, а то только один это 110 лет назад, когда Белорусский политехнический институт, основатель физикальной химии. У нас только мы можем гордиться. Так что развитие науки, разумеется, зависит от финансов. Если больше финансов, больше исследователей, больше возможностей результат развивать, у нас еще акцент на валоризацию или как бы инновационную деятельность или создание коммерциализации наших новых разработок, это прямые договора с предприятием. В этом направлении мы ведущие не только в Латвии, но в Балтии, но процентуально мы даже соревноваемся с MIT, но это процентуально, не в общих числах. А откуда должны появиться эти деньги? Откуда они могут появиться? От предприятий, от государства? Ну, я бы сказал, что прием всеобщем населении почти два раза меньше в Эстонии. Для высшего образования выделяется от госбюджета почти два раза больше евро, нежели в Латвии в целом. Ну, это одно, но дорогое, что мы и считаем, сколько каждый вложенный в РТУ евро дает государству или стране обратно, какой выигрыш получается. Это вложение в университет, если один евро в прямом смысле вложенный дает общество где-то 20-25 раз больше обратно. Это, по-моему, самое прибыльное мероприятие. Вы не найдете много таких. Может, IT-компании какие-то, где такой прибыль для всего общества. Но прибыль для общества это одно дело. Прибыль считает каждое персональное предприятие. Но это мы такой расчет делаем и знакомим также общество. Ну и я думаю, что в таком направлении и следующий ректор будет руководить университетом после внедрения новых советов, которые уже у нас появятся через месяц-полтора. По закону в феврале уже должен быть совет университета из 11 человек экспертов. Пять местных мы уже избрали. В Сенате сейчас происходит отбор от пяти разных из иностранных или местных не знаю какие там будут. победителями и один будет назначен президентом. Всего у нас будет 11 человек в совете, который должен будет помогать университету развиваться гораздо быстрее и более эффективно. это требования обновленного закона о высших учебных заведениях. Мы благодарим нынешнего ректора технического университета Леоница Рябицкиса за рассказ. Огромное спасибо. Хорошего дня и развития РТУ. Напоминаю, отправной точкой было то, что РТУ переезжает из здания на улице Кальтию-1. Как выяснилось, кстати, я тоже был удивлен, оно историческое, но в такой не очень сильно отдаленной перспективе. Оно было построено 60 лет назад. РТУ полностью перемещается в свой кампус на остров, на Кипсулу, как я уже сказал, а здание остается, к сожалению, заброшенным. Его владелец муниципалитета, конкретно предприятие Рига с нами, сейчас заказало углубленное техническое обследование, но уже понятно, что нужно вкладывать в его ревитализацию, в ремонт, в реконструкцию сотни тысяч, что будет дальше. Потому что здание как бы находится в таком критическом состоянии, там есть трещина. Да, одна стенка наклонилась, где-то трещинка и так далее, и в принципе есть мнение, что при худшем сценарии, к сожалению, это здание может пойти путем и повторить судьбу вот этого исторического павильона мясного Витзамского рынка, конечно, не хотелось бы, чтобы было так, а нашелся и инвестор, и арендаторы нашлись, и здание получило новое дыхание, новое развитие. Новое развитие наш эфир получит через несколько минут. Мы вернемся в студию с молодым гонщиком Давидом Трифиловым.